Добрый день. Тема сегодняшнего нашего вебинара это один из УНФ, все что нужно узнать о комиссионной торговле. Вначале мы с вами посмотрим слайды, разберем в общих чертах, что такое комиссионная торговля, как она отражается в УНФ, какие необходимости сделать настройки. Далее перейдем в программу, посмотрим на живой базе, как это все делается, как это выглядит. Программа нашего вебинара. Сначала мы вкратце ознакомимся, что же такое комиссионная торговля. Дальше осмотрим схему документа оборота, если вы комиссионер и затем, если вы комиссионер. Что же такое комиссионная торговля? Это посреднические услуги, при которых одна сторона продает товар чужой за вознаграждение. Значит, эта схема сейчас очень работоспособна, потому что не каждый может себе позволить за собственные или заемные средства купить большое количество товара для ассортимента в своем магазине. А если вы возьмете товар на комиссию, это значительно поможет вам расширить ваш ассортимент и так далее. Если же вы комитент, то реализовывая таким способом ваш товар, вам не нужно иметь собственные магазины, вам не нужно тратить деньги на какие-то там рекламные, маркетинговые мероприятия. Можно найти несколько магазинов, которые работают в комиссионной схеме, передать им товар и ждать продажи. Из этого следует, что комитент – это собственник товара, и он передает право комиссионеру совершать сделки от его имени. А комиссионер – это лицо, которое непосредственно продает товар клиентам и получает оплату. Рассмотрим сначала схему документа оборота, если вы являетесь комиссионером. Значит, вначале идет регистрация условий приема на комиссию, где вы обговариваете, за какое вознаграждение, на каких условиях вы будете сотрудничать с комитентом. После этого приходит поступление товара от комитента. Дальше следует продажа клиенту. После продаж с какой-то определенной периодичностью, которую вы договорились в условиях, вы оформляете отчет комитенту. Дальше регистрируйте оплату комитента, деньги, которые вы перевели, удерживая себе вознаграждение. При необходимости можно сделать переоценку товаров комитента или возврат товаров комитента. Если, например, по каким-то причинам клиент вернул вам товар, который принадлежал комитенту, вы, соответственно, возвращаете его имени. В программе мы рассмотрим, какие необходимости сделать настройки в системе, как проводится регистрация договора комиссии и условия сотрудничества, как осуществляется приемка товаров от комитента, продажа клиента комиссионного товара, отчет комитенту о продажах и возврат товара комитента и переоценка его товара. Следующая схема – это схема документа оборота, если вы являетесь комитентом. Эта схема также начинается с регистрации условий, по которым вы будете передавать товары комиссионеру. Дальше идет документ непосредственно передачи товаров на комиссию, регистрация полученных отчетов от комиссионера, регистрация оплаты от комиссионера, опять же за минусом его вознаграждения, если необходима переоценка товаров комиссионера, возврат от комиссионера, а также списание товаров, которые делает комитент. В системе мы рассмотрим, какие необходимости сделать настройки, как зарегистрируют договоры условия сотрудничества с комиссионером, передачу товара комиссионеру, отчет комиссионера о продажах, как возможно сделать, переоценка товаров в списании и возврат товаров от комиссионера. У комитента, получается, имеется в 1СНФ отдельное рабочее место, где большая часть вот этих всех операций осуществляется. Мы с вами это тоже рассмотрим. Сейчас мы с вами перейдем к демонстрации непосредственно в программе. Значит, начинаем мы, как шли по сладам, то есть сначала, если вы являетесь комиссионером, какие необходимо сделать настройки в системе. Для этого мы заходим в настройки, еще больше возможностей, и здесь устанавливаем. Если мы комиссионер, должна быть установлена галочка «Прием товаров на комиссионер». Дальше. В закупках мы обязательно устанавливаем цены контрагента, чтобы, когда мы делаем поступление от комитента, у нас цены сразу устанавливались на этот тип цен после проведения документа поступления. Дальше переходим в справочник контрагента. И посмотрим, как завести комитента. То есть при заведении комитента контрагент заводится точно так же. Здесь основное отличие является то, что договор с этим клиентом или контрагентом у нас идет как вид договора с комитентом. Здесь мы выбираем вид договора с комитентом, и тогда контрагент становится комитентом. Дальше. Если необходимо указать, как мы будем проводить взаиморасчеты, то есть разносить оплату автоматически или вручную, устанавливать или нет сроки оплаты. Здесь мы устанавливаем цену. Значит, какой у нас будет вид цен. Значит, вид цены будет комитента, вид цены контрагента, цена для комитента. И обязательно ставим галочку «Регистрировать цены поставщика». После того, как мы это выбрали в настройках, здесь обязательно ее указываем, чтобы при проведении документа поступления цены записались. Нам не пришлось их делать еще раз. Дальше. В взаиморасчетах с комитентом также здесь есть дополнительная аналитика, и можно вести учет как только по договорам, так и по документам и по заказам. То есть, если мы отключаемся по документам и по заказам, то все суммы, которые будут формироваться, оплаты и долгов, будут идти только по договорам. Если мы это оставляем, то аналитикой будут в нашем случае и документы, и заказы. Давайте оформим приходную накладную. Приходная накладная оформляет от комитента там же, где и все приходные документы. При создании мы выбираем операцию «Прием на комиссию». Выбираем нашего контрагента. Автоматически подтягивается наш разговор. И заносим в накладную. Через кнопку «Добавить» можно. Например, вот мы делаем матрас. Дальше можно сделать через кнопку «Подобрать». Значит, при использовании схемы комиссионной торговли ОНФ обязательно нужно указывать, чтобы использовались партии номенклатуры. Эта галочка обязательно, чтобы можно было отслеживать, где товар наш, а где комиссионный. Соответственно, когда эта галочка установлена в настройках, в документе «Приходная накладная» появляется такая колонка, как «Партия». Например, мы забиваем, что нам передали 5 подушек, 5 одеял и хотим установить партию номенклатуры, например, «Сегодняшнее число». Может быть, любое вам понятное значение, можно указывать, например, контрагента и дату там, или номер накладной, любое другое значение, которое вам позволит отследить, чья это партия. После того, как мы установили партию, помимо того, что через кнопку «Добавить» и «Подобрать», позиции в документ можно загрузить через документы Excel. Если, например, ваш комитет вам отгружает огромное количество позиций, и у него это какой-то там файлик Excel, его можно загрузить. Можно выбрать заранее формированный файлик или заполнить через таблину самостоятельную, где выставить соответствие документа. Например, что первая у нас будет там номенклатура, стрелькод и так далее. Например, это будет номенклатура. Цена. И скопировав Excel-файлик, вы вставляете сюда его. Если мы выбираем заранее заколоненный файл, мы здесь его выбираем. И видим, у нас есть наименование, цена, артикул. И можно загрузить, например, эти позиции в документ. После того, как мы провели документ, можно проверить здесь, посмотреть цены комитетов. Если они изменились, здесь мы увидим. На закладке «Цены контрагентов» здесь у нас фиксируются цены. Мы видим, что цены записали. На десятое число матрас стоит 10 тысяч, одеяло – 3 тысячи. После того, как мы оприходовали товар, происходит продажа клиенту. Она оформляется, как обычно. Продажа покупателю. Например, купил матрас. Если есть более ранние партии, система автоматически подтягивает партии, которые еще есть в наличии. подушку. Подушку. Дизель. Сматриваем цены, по которым мы продаем, и проводим документ. Этот документ ничем не отличается от любого другого документа. Давайте с вами посмотрим отчет. Как же сейчас выглядят наши остатки. Мы видим, что от комитента нам поступило. 10 матрасов, 10 одеялов, 4 подушки. За это время была форма на продажу одного одеяла, была форма на отчет комиссионера. Отчет комитенту. Дальше мы видим конечный остаток, видим суммы, какие были приняты, насколько был оформлен отчет и какой конечный остаток. Давайте теперь оформим отчет комитента по нашим продажам. Здесь также можно заполнять таблики товаров несколькими способами. Выберем нашего комитента. Наговор опять потянулся. Значит, здесь также можно через кнопку добавить. Это сделать, можно сделать через подбор, например, по результатам продаж. Не просто вручную выбирать, а смотрим, какие товары были проданы за этот период, по которым еще не было формы на отчет комитента. Отмечаем их галочкой и переносим в документ. Дальше. Если была какая-то предоплата, то мы ее здесь указываем. И на закладке дополнительного мы указываем, удерживаем или нет мы вознаграждение. Если удерживаем, то какую? Например, можно указать сумму вознаграждения непосредственно в документе. Например, 100 рублей. И тогда, установив здесь галочку, автоматически сумма уменьшится на указанное вознаграждение. Если мы выберем способ расчета процентов суммы продаж, например, то здесь мы указываем процент и система пересчитает наше указанное вознаграждение и видим, что у нас составит уже 1000, 100 и 600, если это процент. Давайте оставим процентом и пройдем в документ. Так, что у нас тут? Ай, у нас не хватает одеяла. На остатке. Давайте пока его уберем. Документ провелся. Теперь давайте вернемся четко к товарам, принятым на комиссию, посмотрим. У нас на остатке 9 матрасов, 9 одеяла и 3 подушки. Сколько было принято, оформлено и конечный остаток. если клиент купил товар и в последующем захотел его вернуть. Значит, есть два варианта. Если мы еще не сделали отчет комитенту, то в данном случае мы просто делаем возьми брат. Сейчас мы рассмотрим эту цепочку. Например, покупатель у нас купил подушку. Допустим, выберем партию за 10-е. У нас пока так седьмой досуг. Купил у нас подушку, но по каким-то причинам решил я верну. Тогда мы делаем возврат от покупателя. Здесь все у нас переносится, как было. дальше. И после этого нам нужно сделать возврат комитенту. Делаем расходы на накладные. И здесь выбираем операцию возврат комитента. Указываем нашего комитента. все опять подтягиваются. Добавляем подушку. Партия остановится автоматически. И делаем возврат. Все, документ провелся. Это самый простой случай, когда мы еще не оформили отчет комитенту, мы просто возвращаем документ. Если клиент приходит возвращать товар, по которому мы уже вернули, мы уже сформировали отчет комитенту, даже, например, у нас прошли оплаты, мы заплатили комитенту деньги, необходимо вернуть товар. Как это сделать? Для начала необходимо снять с проведения документы, по которым проходили оплаты, отчет потому что если есть документ оплаты, система не даст внести никакие изменения в отчет комитенту. После этого мы заходим в отчет комитента и убираем ту позицию, по которой хотим сделать возврат. потому что в данном случае система нам не даст сделать например у нас есть расходная накладная покупателя одушка вот у нас например клиент хочет вернуть матрас на основании этого накладная мы пытаемся сделать возврат наводим и у нас это не получается потому что пишет что уже нет этого матраса мы отчитаем для того чтобы вернуть его нужно удалить этот матрас в данном случае эту строчку если у вас какое-то количество отличной от единицы дай клиент возврат это одно количество удаляем матрас идем обратно расход 1 создаем возврат и проводим все система провела и теперь мы можем сделать возврат комитета вернуть этот матрас далее по товарам которые находятся у нас на комиссии иногда возникают ситуации когда нужно сделать переоценку например если товар может быть очень долго находится в продаже потерял какой-то товарный вид и так далее может быть комитет захочет снизить цену или он долго стоит и никто его не покупает или например в связи с разными экономическими ситуациями изменившимися комитет наоборот хочет повысить цену для того чтобы изменить цену мы идем установку цен выбираем ту цену которую мы хотим изменить например цену комиссионера и создаем новые комиссионера комитента и так далее изменяем указываем переходим на закладку товары здесь обычно по двору можно выбрать товары по номенклатуре или загрузить список товаров из экселя например контрагент комитет вернее хочет изменить большой список товаров он даже уже сформировал какую-то табличку экселя где эти цены указаны можно ее загрузить указав с какого числа они действуют вот например да и загрузить новые цены или можно сделать это все вручное если позиции этих несколько например выбираем открыли открываем цены и здесь мы видим все цены которые были присвоены и также их можно изменить через кнопку создать мы здесь указываем позицию на которую хотим изменить цены и указываем новую цену на 1000 также здесь указывается дата с которой цена изменится например мы хотим чтобы цены изменились 15 марта записываем закрываем не видим что будет у нас на одеяло 10 лет на 1500 вместо 3000 с 15 марта может быть это дело потеряла как-то слудит и так далее по схеме документа оборота если вы комиссионер мы рассмотрели с вами всю цепочку теперь рассмотрим цепочку если вы являетесь комитетом также начнем с вами с настройок сейчас закрываем внешние окна вернемся в настройки еще больше возможностей и если вы комитет то здесь должна обязательно установлена галочка передача товаров на комиссию после этого нам становится доступно рабочее место комиссионерам комиссионерам есть отчеты комиссионера которые мы загружаем после того как пошли продажи у комиссионера есть переоценка товаров которые мы делаем и передаем комиссионеру если мы хотим переоценить товары отчеты списаний которые обычно делает комитет на свои расходы порча товара или какие-то прочие расходы потому что если что-то случилось с товаром обычно эти убытки несет сам комитет если это конечно не было оговорено как-то иначе в договоре и дальше есть возврат от комиссионера здесь используются обычные фильтры если мы здесь выберем например организацию контрагента или какого-то ответственного менеджера то здесь будут документы только по этим фильтрам давайте рассмотрим контрагента который для нас который для нас является комиссионером например в Многие сотрудничают с этой площадкой она является комиссионером также здесь у нас указывается аналитика в каком разрезе мы ведем учет по документам или по договорам дальше рассмотрим договор если вы будете комиссионное вознаграждение оформлять не в документе отчет о комиссионере а хотите оформлять отдельно то необходимо завести еще один договор не только как в комиссионерам но и как и поставщикам то есть это будет поставщик услуги комиссионное вознаграждение или так как вы ее назовете как вам будет понятно и удобно Значит, выбираем контрагент у нас, вид договора с комиссионером, также здесь у нас указываются цены, опять же, по каким мы будем, то есть это может быть оптовая цена, это может быть какая-то цена для комиссионера, любая другая цена, по которой вы будете передавать товар комиссионеру. Также, если вы хотите комиссионное вознаграждение оформлять отдельным документом, здесь нужно указать, что мы удерживаем комиссионное вознаграждение и указываем, например, комиссионное вознаграждение Куба, если мы хотим оформлять это отдельным документом. Если мы хотим удерживать непосредственно в документе, то здесь можно не указывать эту услугу. Давайте вернемся в рабочее место и посмотрим, как оформляется передача. Передача товара на комиссию. Мы выбираем нашего комиссионера, например, Вару Березда, опять же, все подтягивается автоматически. И здесь также можно добавить через кнопку «Добавить», через кнопку «Подобрать». Заполнить из Excel, если у нас есть этот список. Давайте передадим, например, на трасс. Проверяем цены и проводим. Сформировалась у нас передача на комиссию. Давайте посмотрим отчет. Например, остатки товаров. В этом отчете мы увидим нашего комиссионера как отдельный склад хранения. То есть мы видим, что у нас на основном складе есть какое-то количество матрасов, одеял и подушек. И мы видим, что у нашего комиссионера имеется также 6 матрасов, 2 матраса, 2 одеяла и 2 подушки. И можно посмотреть товары, которые мы передали на комиссию. Здесь мы также видим, сколько передано, какой конечный остаток суммы, на которую было передано, и какой конечный остаток суммы. После того, как прошли продажи, необходимо загрузить или создать отчет комиссионера. Здесь тоже вначале мы выбираем комиссионера, чей-то отчет. Договор выходит автоматически. Дальше переходим на закладку запасов. Обязательно вверх на этом окне мы выбираем покупателя. В данном случае мы берем Wildberries. Если вы сотрудничаете, например, не с Wildberries, а с какими-то другими площадками или с какими-то небольшими магазинами, и если есть какой-то конечный покупатель, который купил ваш товар, и ваш комиссионер предоставляет эти сведения, можно сюда непосредственно забить этих покупателей. Ну, Wildberries точно не предоставляет, поэтому здесь мы выбираем Wildberries, и система нормально это воспринимает. Далее необходимо заполнить номенклатурные позиции, которые были поданы. Значит, опять же, если там этих позиций несколько, можно через кнопку добавить, через кнопку подобрать, например, по номенклатуре, по остаткам. Можно заполнить по остаткам. Или воспользоваться Excel. Значит, обычно, если это Wildberries, как самая широко используемая в данном случае, здесь уже есть шаблон. Когда мы выходим в загрузку из Excel, нажимаем «Еще», здесь есть такая новая настройка, настройка сопоставления колонок. Сюда попав, вы можете создать новую настройку и сами привязать, например, создать какое-то наименование, например, Азон, может быть, или еще какой-то комиссионер, и добавлять колонки, которые будут значить что-то, например, мы хотим добавить их в код, и это там первая колонка, и так далее. Также в системе существует уже стандартный шаблон именно для отчетов и продаж по Wildberries. Но перед тем, как загружать, нужно обязательно все равно проверить ваш файл, который вы выгрузили в Wildberries, с вот этими колонками, потому что часто перепутываются вот здесь особенно суммы передачи, цена передачи, сумма, комиссионное вознаграждение указывается в данной файле, и его можно тоже сюда выбрать и сразу загрузить. Но главное – внимательно следить за соответствием этих колонок и в отчете, который вы выгрузили с сайта. Так, давайте мы с вами загрузим, например, пришел на мальчат, что продали одну подушку и запустим одно одеяло. Дальше. Вот здесь и указывается, например, у нас была… Смотрите, если мы выбираем через кнопку «Добавить», цена передачи автоматически не устанавливается. Если мы нажмем «Подобрать по остаткам» и выберем, например, что продалась одна подушка, она пока остатки не все наши остатки, а остатки у нашего комиссионера. То есть у комиссионера вас берет, есть два матраса, две подушки, два одеяла. И я выбираю, что он продал одну подушку, одно одеяло. Переношел документ. И тогда цены передачи устанавливают. Только в этом случае. Но все равно нужно их внимательно проверять, чтобы цены передачи были верно установлены. Дальше. Опять же, так же, как и в отчете комитета, в отчете комиссионера, сумму вознаграждения можно указать непосредственно в документе в подличной части. И на закладке «Дополнительно» мы указываем удерживать комиссионное выконграждение. Тогда у нас удерживается указанное 200 рублей. Если мы здесь поставим процент от суммы продаж, так как мы ставили там, например, 5%, то он нам пересчитает. И комиссионное выконграждение уже будет 50 из 150. Если бы мы поставили галочку в договоре, то у нас нужно было сформировать документ именно поступления от Велкбери в услуги комиссионного выконграждения. Так как мы эту галочку не поставили, а решили удерживать процент, то комиссионное выконграждение удержится в документе. И если мы соберем на основании поступления на счет, то поступление уже будет с учетом вот этой удерживания суммы, вот этих 200 рублей. Так. Если случилась такая ситуация, что необходимо списать какой-то товар, который там пришел в неклонность или оказался бракованный и так далее, это делает все в этом же рабочем месте комиссионные продажи на закладке отчет комиссионера о списании. Особираем документ в списании, выбираем нашего комиссионера и добавляем, например, что необходимо записать в номер раз. И если посмотрим на закладки дополнительные, здесь у нас идет статья недостачи и потери от порчи цены. Посмотрим, какие же еще доступны. То есть из определенных здесь доступны еще объем продаж на финансовый результат и расходы в будущих периодов. То есть какой-то из этих крестокей вы можете выбрать для того, чтобы списать. И документ заводим. Теперь, если мы обновим, то увидим, да, что у нас осталось одно, один матрас, одно одеяло, одну задушку. Можно вывести, например, документы и посмотреть. Что матрас у нас ушел по списанию, а здесь у нас были продажи. Эти документы мы видим благодаря тому, что мы в контрагенте в Альберсе указали, что мы используем и документы, и заказы. Если бы у нас выбраны было только договор, то вы здесь не видели бы вот этих документов регистрации, потому что учет бы не ввелся в этой аналитике. Сейчас мы с вами посмотрим. как это выглядит. То есть сюда заходим на аналитику, выбираем, запишем. А, мы хуже шли. Да. Чтобы это сделать, нужно снять проведение всех документов, которые были проведены в отчете. Это будет выглядеть и будет эти строчки просто матрас и количество. Не будет понятно, по каким документам у нас были преступления и по каким документам были расходы. Если мы видим на взаиморасчеты только в ход договора. Дальше. Если произошел возврат, то есть клиент вернул товар нашему комиссионеру, комиссионер сделал возврат на нужно сделать поступление этого товара к себе. Для этого мы опять же выбираем нашего комиссионера. Здесь мы видим, все операции автоматически устанавливаются, если мы делаем их из рабочего места. То есть мы можем эти же все документы делать просто в обычном рабочем месте, например, в приходные накладные создать. Только здесь операцию нужно будет выбирать сама. Сейчас я этот документ закрою. Вот здесь автоматически по умолчанию идет поступление от поставщика. И тогда здесь нужно будет выбрать возврат от комиссионера. чем удобно рабочее место, что здесь операция представляется автоматически. Выбираем Wildberries. И, например, он хочет, нам вернув одну подушку. Опять же, если мы берем через подобрать, цены нет. через добавить. Если мы берем через подобрать по остаткам, вот цена у нас устанавливается. проводим документ. Смотрим наш ручек. И видим, да, по подушке у нас есть возврат. Приходная накладная от комиссионера. на данный момент мы видим все движения. Дальше, переоценка у комиссионера. Если мы хотим провести переоценку у комиссионера, мы создаем этот документ, указываем комиссионера, у которого мы хотим провести эту переоценку. добавляем, например, на транс, количество переоцениваемого товара, 12 тысяч, и проводим. После этого передаем его переоценку у комиссионера и он доводит переоценку у себя, как мы уже с вами смотрели в цепочке документов у комиссионера. Все документы, которые мы с вами сделали, отражаются вот здесь вирнали, в общем. Если, мы выберем какого-то другого покупателя, мы здесь не видим документов, потому что по нему не было таких документов. Если мы укажем в Элдберрис, мы подписываем все наши документы останутся там, только по этому комиссионеру. у нас сделаны документы. Удобно контролировать по менеджерам, если у вас несколько менеджеров занимаются продажами или по комиссионерам, если вы с несколькими сотрудничествами, чтобы не искать в большом количестве документов необходимые. я показала все, может, у вас возникли вопросы? «Добрый день, если у комиссионера партии тысячи штук и нужно уценить только одну штуку, то как установить цену именно на эту штуку? вы переоценяете одну у себя получается, выжукать количество товара, которые вы переоценяете, приоценке, я показала. вот матрас, но эффективнее, потому что потомку комиссионеру будет удобно, он уценяет одну штуку, ему в системе придется, если он комиссионер, эту штуку как-то отделять, то есть обклеивать или ставить отдельно, например, уцененную эту штуку, сначала ее, например, продавать, потом все остальное снимать в продажу. Конечно, эффективнее обклеить каким-то другим штрихходом комиссионеру, и продать. Для того, чтобы он обклеил другим штрихходом, вы у себя заводите карточку отдельно, например, матрас оцененный, если это одна единственная штука из общего количества, и делаете возврат матраса обычного, и потом опять реализуете, передаете комиссионеру матрас оцененный. Да, со стороны комиссионера, да, да, я поняла. Ну, я говорю, это комитет, если он оценяет одну конкретную штуку, чтобы у вас отчет сошелся, нужно ему сделать возврат одной штуке обычной, он оценяет у себя, делает другую карточку, например, матрас оцененный, или там как-то по-другому называет, и обратно передает вам на комиссию. Вы ее реализовываете, потому что, если вы продадите, например, сами присвоите какой-то другой штрихход, то не получится сделать отчет комиссионера, потому что он этот товар вам не передавал. Со стороны комиссионера, потому что, когда вы запустите переоценку у вас, у вас переоценится весь остаток, а не одна штука, хоть здесь комитет сделал только одну штуку переоценку. Поэтому самый эффективный будет это или передача, или уценка всего, но выставить в продажу одну штуку, продать, сделать обратную переоценку и продавать остальное. Проще и меньше ошибок будет, если вы делаете возвратный ход на другую карточку. Спасибо большое за внимание. По всем вопросам о сотрудничестве можете обратиться на почту, которую видите на экране. за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.